По Украине на протяжении последних двух месяцев проходит акция «Библиотека украинского воина». Она инициирована Министерством культуры для поддержки боевого духа и патриотического воспитания украинских военнослужащих. Одной из главных задач сегодня перед страной стоит задача повышения обороноспособности ее. В ходе проведения акции, как отметила Раиса Салдунова, библиотеки города принимали книги от всех желающих. Лучшие образцы передали воинам, частям Вооруженных сил Украины. В этот список вошли книги отечественной и мировой художественной литературы в переводе на украинский язык. Научно-популярные издания по истории украинского государства, его культуры, а также истории Вооруженных сил. Координатор акции – Национальная парламентская библиотека Украины. Белгород-Днестровский передал военнослужащим части А3955 77 книг из библиотечного фонда города. Сегодня главная задача, чтобы было нормальное морально-психологическое состояние нашего воинства. А оно, в общем-то, прививается путем патриотического воспитания, повышения общекультурного уровня и организации свободного досуга. Одной из форм формирования и развития личности, конечно же, является книга, чтение. И вот в зависимости от этих задач Министерство культуры Украины объявило всеукраинскую акцию Библиотека Украинского воина. И обязало нас, библиотекарей, подобрать литературу лучших образцов отечественного и зарубежного книгоиздательства в переводе на украинский язык. Литературу по истории Украины, ее культуры и по истории украинского воинства. И вот эту задачу мы сегодня и выполняем. Книги для воинов собирали по всем библиотечным фондам города. Отбирали лучшие издания на украинском языке. На территории воинской части А3955 есть своя библиотека, но, как заметил Сергей Глушенко, книг много не бывает. Воины с удовольствием читают, а новые издания будут им интересны. Да, она нужна. Я хочу так сказать, что в части есть соответствующие условия, есть своя библиотека, есть свои фонды. Но то, что сейчас происходит, это даст возможность нашим военнослужащим расширить свой кругозор. Я не буду, конечно, хвалиться, что все 100% читают книги. Понятно, что век наших современных технологий больше листают планшеты. Но, я думаю, что найдется большая часть людей, которые будут читать с удовольствием. И я это дело знаю. Так что очень это хорошо. В торжественной обстановке руководитель города вручил командиру воинской части А3955 полковнику Сергею Глушенко новые книги с наилучшими пожеланиями. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Виталий Солодухель, Бесараветове.